Сегодня в Голливуде объявили номинантов на премию «Оскар». Это 24 основные и несколько дополнительных номинаций, охватывающих практически все направления и специальности в кинематографе. Да, Лиза, ведь самой премии «Оскар» уже 90, а некоторые специальности, к примеру, спецэффекты, появились позже. Или вот категория «Лучший фильм на иностранном языке» появилась только в 1957 году. Кстати, в ней в этом году присутствует и фильм из России «Не любовь» Андрея Звягинцева. Я напомню, что этот фильм уже завоевал приз жюри Каннского фестиваля и был признан лучшим среди всех участников на кинофестивале в Мюнхене. О шансах нелюбви и о других номинантах на премию «Оскар» наша коллега Регина Фокс. Нет в мире кино более заветной статуэтки, чем позолоченный «Оскар». Самая знаменитая, престижная и почётная премия за заслуги Академии кинематографических искусств и наук Соединённых Штатов Америки. «Оскар» в итоге дадут не всем претендентам, но даже звание. Номинант «Оскар» уже знак отличия в Голливуде. Особенно для тех, чьё имя перечислят в категории «Лучший фильм» или «Актёры». На самую известную номинацию «Лучший фильм года» могут претендовать от пяти до десяти лент. Это уж как решит Оргкомитет «Оскар». В общей сложности в Академии почти восемь с половиной тысяч членов. В этом, как и в прошлом году, на «Оскар» они выдвинули девять фильмов. И «Три билборда на границе Эббингтон-Миссури». Критики уверены в успехе картины Мартина Макдана «Три билборда на границе Эббинга-Миссури». Это драма о матери-одиночке, которая вступает в противоборство с полицией родного городка, считая, что они, стражи порядка, не особо стараются раскрыть изнасилование и убийство её дочери-подростка. Фильм «Тренд», как говорят киноэксперты. Здесь и сильная женщина, и проблема насилия, или движение «Метту». И всё в одном фильме. В минувшее воскресенье «Три билборда» уже получили главную премию гильдии киноактеров США. Неплохие шансы и у соседа по номинации фильма Гильермо Дель Торо «Форма воды». Ленту отметила гильдия продюсеров, которую считают пророком в номинации «Лучший фильм года». Всего у «Форма воды» будет 13 попыток получить Оскар. На втором месте по числу номинаций фильм Кристофера Нолана «Дюнкерк», претендующий на 8 Оскаров. Нолан упросят награду и за лучшую режиссуру. С ним за неё будут бороться тяжеловесы Пол Томас Андерсон, снявший «Призрачную нить», Гильермо Дель Торо с «Формой воды», Джордан Пилл с фильмом «Прочь» и Греты Гервинг «Леди Бёрд». Гервинг, к слову, всего лишь пятая женщина в истории Оскара, выдвинутая на награду за режиссуру. В её трагикомедии «Леди Бёрд» рассказывается о девушке, которая мечтает вырваться из небольшого провинциального городка и попасть в Нью-Йорк. А вот сбудутся ли мечты самой Гервинг получить звание лучшего режиссёра, критики не уверены. И мы представляем следующую номинацию «Лучшая актриса». На Оскар за лучшую женскую роль борьба развернётся между Салли Хокингс из «Формы воды» и Фрэнсис Макдорманд из «Трёх билбордов». Марго Робби, сыгравшая фигуристку Тонио Хардинг, и даже Мэрил Стрип из «Секретного досье», скорее всего, останутся на скамье запасных. Оскар лучшему актёру мужчине прогнозирует Гэри Олдману за роль в фильме «Тёмные времена». Второй претендент – оскароносный уже Дэниел Дэй Льюис. Фаворитом в категории «Лучший фильм о иностранном языке» называют «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Эксперты утверждают, что пронзительная история о распаде семьи и проблеме отношений, жертвой которых становится ребёнок, достойна высших наград. «Нелюбовь» уже приглянул жюри Каннского фестиваля. Не получила «Золотого глобуса», но ещё претендует на премию «Бафта». Я бы сказал так, что шансы у нас боевые, у нас все картины сильные, но при этом нет ни одной такой, которую нужно догонять, как у нас было с Левиафаном тогда лидировал. Левиафаном тогда лидировал задолго до авторской гонки кинофильма, вышедший в прокат, успешно прошедший в Америке и собравший там букет кризов. В данной ситуации мы имеем абсолютно равные возможности, картинки, которые известны от Левиафаном в равной степени, выходят или только-только вышли в прокат. В этот раз, мне кажется, это наиболее волнительно и, пожалуй, такая эмоциональная для меня ситуация, когда я этот фильм люблю больше, чем всех остальных и переживаю за него больше. И как-то уже и опыт предыдущих этих номинаций, он, в общем, тоже помогает, он виноватся. Действительно, загадывать на «Оскар» — дело неблагодарное. Хотя на церемонии можно ожидать чего угодно. А вдруг опять перепутают конверты с именами победителей, но в этот раз не признаются в ошибке. Всё это можно будет увидеть в прямой трансляции из Лос-Анджелеса 4 марта. Регина Фокс, Сергей Лавренко, Артеляев, Нью-Йорк.